Утро в администрации Харциска началось с аппаратного совещания. Одной из главных тем, которую сегодня обсудили главы городов и поселков, начальники управлений и руководители предприятий, стала ситуация с отоплением многоквартирных домов и учреждений образования. С октября прошлого года аппаратное совещание в администрации Харциска традиционно начинается с отчета о ходе отопительного сезона в городах и поселках Большого Харциска. Сегодняшний вторник не стал исключением. В системе отопления все функционирует в полном объеме, жалоб нет. Коммунальное предприятие ЖЭП работает в штатном режиме, заявки, которые поступают в диспетчерскую группу, отрабатываются в течение рабочего дня. По соцсфере у нас проблемные вопросы. Это три радиатора по детскому саду «Поромашка» планируют замену до 30 января. Особое внимание на совещании было уделено социальным объектам. Речь зашла о некоторых учреждениях образования Харциска, где, по мнению начальника управления ЖКХ Виталия Смыка, температурный режим не соответствует установленной норме. На сегодняшнее утро по температурному режиму в детских садах и школах во многих я вижу заниженное. Согласно температурного графика, который существует в республике. На минус один, как мы уточняли, теплосеть работала на 8 утра, я вижу занижение от 5 до 8 градусов. Но вода, я не говорю температуру школы, это даму проблемы в школе, я говорю именно по температуре, которую мы видим на воде перед теплощетчиком. Разобраться в сложившейся ситуации глава администрации Харциска Виктория Жукова поручила руководству теплосети. Отреагировать на жалобы некоторых горожан, у которых, по их мнению, батареи в квартирах недостаточно теплые, коммунальщиков попросил и заместитель мэра Виталий Григорьев. Это массовая проблема всего Харциска. То есть это подается такая же температура, как говорит Виталий Александрович, где-то 5-8 градусов ниже и в дома, о чем говорят жалобы. Обратите, пожалуйста, на это внимание. На прошлой неделе в Донецке глава ДНР Денис Пушилин провел расширенное совещание с руководителями администрации городов и районов республики, которое было посвящено обсуждению вопроса функционирования полигонов твердых бытовых отходов. Поэтому логично, что к сегодняшнему заседанию в город администрации были подготовлены доклады о текущей ситуации на полигонах ТБО Харциска, Зугреса и Иловайска. Из проблемных вопросов возникает то, что в определенное время военные действия, с начала военных действий, все постройки, которые были на полигоне, пришли в негодность. На сегодняшний день там нет сторожей, там нет местных, их можно разместить. И с какого-то момента предприятие начало складировать вроде бытовые отходы не по схеме. К сожалению, это привело к тому, что на сегодняшний день полигон просто заварен, бытовые отходы уже выходят на проезжую часть, на улицу. Для того, чтобы пробивать там дорогу и по схеме располагать твердые бытовые отходы, необходим бульдозер. Предприятие занималось этим вопросом с прошлого года. Нашли людей, у которых был бульдозер, они не смогли его сделать, потому что там нужны были дорогостоящие запчасти. На сегодняшний день бульдозера нет. Единственное утешение в том, что бульдозер у нас есть в Минстрое, обещают нам его передать, бульдозер. Мы проводим сейчас переговоры с железной дорогой, возможно, бульдозер есть у них. Уже ни для кого не секрет, что с 1 февраля в республике изменятся тарифы на электроэнергию. Поэтому перед сотрудниками предприятия «Харциски электрические сети» поставлена задача в предстоящие выходные зафиксировать показания счетчиков у всех своих абонентов. Будет выводиться персонал для контрольного съема показаний стопроцентный. Это акция разовая. Персонал будет работать весь от директора до уборщицы для конкретного выставления задолженности в связи с подорожанием электроэнергии. В ходе аппаратного совещания была также рассмотрена проблема восстановления жилья, поврежденного в ходе боевых действий и ряд других вопросов.